Продолжение следует... Здравствуйте. Алия Шарипова и Андрей Кочетков. Здравствуйте. Слушайте, ну вот, если можно, вот можно каким-то одним или двумя словами, да, назвать, что же такое Метафест? Потому что там в социальных сетях его называют, да, что фестиваль всего. Вот так ли это? Живого. Это всего живого. Вот это его изначальная позиция, то есть он изначально создавался как фестиваль всего живого. И что это значит? Ну, фестиваль вообще длинная история, и он менялся достаточно сильно за все это время. Но что значит фестиваль всего живого? Сначала это был фестиваль про живую музыку, а потом он начал обрастать какими-то другими живыми вещами. То есть мы в таком мире живем, в котором очень много такой бюрократии, с одной стороны, с другой стороны, очень много каких-то желтых сенсаций. Вот. А где-то между ними вот есть жизнь. Вот. Вот это фестиваль про живых людей, каких-то живые активности, живую музыку. Чтобы сделать фестиваль, сколько времени? Ну, понятно, фестиваль идет несколько дней, но подготовка, наверное, занимает несколько месяцев, да? Ну, вот как заканчивается один фестиваль, где-то мы через неделю можем выдохнуть, собираемся и начинаем... Думать, да, что было не так, что нужно исправить, и, в общем-то, фактически весь год фестиваль делается. А что бывает не так, Алья, вот на практике? Что бывает не так, какие потом ошибки и свои какие-то небольшие такие недочеты приходится исправлять? Что это такое? Ну, такого сильного, чтобы глобально что-то не так, это, наверное, не бывает. Ну, какие-то общие недочеты в плане того, что очень много себя вкладываешь, устаешь и думаешь о том потом, вот эти вот, как распределить, какого человека привлечь для каких-то вот вещей, которые можно самому не делать. Вот такие, наверное, можно сказать. Делегация полномочия. Да. Сколько нужно человек, чтобы организовать такой фестиваль? Это же командная какая-то, да, работа? Конечно. Ну, у нас вот таких основных организаторов 7-8 человек, ну, и у нас достаточно большая команда волонтеров еще работает. В этом году, наверное, около 40-50 человек будет. Вот, поэтому фестиваль такой достаточно демократичный, потому что он делается, вот, ну, в общем-то, людьми своими руками, такой хендмейд. Какие это направления? То есть, кто за что отвечает? То есть, ну, понятно, что в этом музыкальном фестивале главная музыка, но направлений много. И на каждое направление есть свой какой-то куратор? Да. Давайте расскажем, что это за направление и что вообще, что можно видеть? Потому что те, кто там, наверное, не был, сложно себе представить. Ну, направления разные. Я в основном занимаюсь музыкой, отбираю артистов. У нас каждый год присылают заявки в интернете. Вот, артистов выступить может, в общем-то, немного, там, то есть, 35 коллективов. То есть, это для слушателей может быть много. А когда примерно 300 заявок приходит, и, то есть, 90% коллективов в итоге в программу не попадает. Хотя многие из них, в общем-то, я сам очень люблю. Но когда конструируешь правильную работу сцену, многим, тем не менее, не находится места. Потому что мы, в первую очередь, о зрителе думаем, вот, что он получит. Далее занимается, она такой, я более публичный персонаж, она такой серый кардинал, то есть, она ведет переговоры с артистами. Информирую их о разных вещах. Да, с творческими людьми очень сложно, когда у нас 300 человек участников, они постоянно все путают, по 10 раз спрашивают, где посмотреть карту, когда ехать. Да, я занимаюсь их, информирую, отвечаю на их вопросы. Она самый терпеливый человек в нашей команде. Требую иногда от них что-нибудь. Что касается выбора артистов, вот смотрите, есть такая, все равно делится так или иначе, да, на такие блоки. Есть хедлайнеры, да, есть люди, которых знает вся страна, на которых, может быть, чтобы их послушать, да, едут, может быть, даже издалека гости на фестиваль. Давайте сначала, наверное, о них, и потом еще спрошу. Ну, в плане хедлайнеров, то есть, ну, мы привозим таких артистов, стараемся каждый год привозить, которые, ну, задают какой-то тон всему остальному. Вот, и стараемся привлекать, как такие достаточно широкие, медийные, на слуху имена, как вот в этом году, например, Найк Борзов приедет. Вот, так и может быть менее известные, но на самом деле очень значимые вообще для мировой культуры люди такие, например, как Инна Желанная. То есть, это такая world music вот абсолютно мирового уровня качества и масштаба, и это показывает их очень успешные гастроли по всему миру. Вот, и это больше, скажем так, про образование нашей публики, чтобы они открывали для себя какую-то новую музыку, имели возможность ее послушать в такую атмосферу. Плюс, ну, у нас приедет, мы стараемся искать какие-то относительно новые коллективы, еще привозить, то есть, это красносно-знаменная дивизия имени моей бабушки из Москвы. Любопытное название, кстати, да, я прочитала, сразу заинтриговала меня эта группа. Это вообще прекрасные ребята, они играли на Волгофесте, и вот мы там послушав, мы поняли, что это вот прям 100% то, что нужно слушать вот так вот в лесу, и примерно где-то в 9 вечера. То есть, даже стало понятно в такой степени. Ну, и плюс, Василий Урьевский, он сейчас, в общем-то, стал достаточно известным артистом, он выступает там в проектах «Главная сцена», в ротации на федеральных радиостанциях разных находится, хотя он первый раз на Метафест приехал несколько лет назад, как просто парень из гитары, с гитарой из Саратова. Ну, то есть, получается, что Метафест дает, да, какой-то импульс для артистов, чтобы... Он вырос вот как бы вместе с нами, вместе с фестивалем, он рос, и поэтому мы его каждый год стараемся звать, потому что это очень приятно, что артист, который появился, был замечен у нас, он вырос вот так вот. Только ли будут вот из таких молодых коллективов самарские или вот, ну, да, кто откуда, потому что какие-то будут самарские, кто-то, вы говорите, из Саратова. Откуда еще какие регионы заинтересованы, чтобы попасть именно к нам на эти несколько дней? Ну, еще Пенза, Тамбов, Волгоград, очень обширные. Обширные. Ижевск. Ижевск. Казань. Казань, конечно же. Я уже как своих. То есть, где-то около десятка регионов, да, получается. Всего 35 коллективов. Да. И вот насколько, есть это, наверное, Кали, вопрос, насколько вот приходится их вот сложно или несложно координировать в плане размещения, питания и их каких-то пожеланий, потому что творчество творчеством, да, но им же там еще и как-то пожить придется на наших природных красотах. На самом деле несложно. Мне кажется, я даже получаю от этого удовольствие, от общения с артистами. Многие коллективы уже приезжают не первый год. В принципе, они знают, как размещаться, где размещаться. Многие приезжают, особенно из других городов, как, например, из Казани, они приезжают со своими друзьями. И для них это, в общем-то, такое же развлечение. Они тоже приезжают слушать, тусить, общаться. И им, в принципе, они даже иногда живут своими отдельными лагерями, они в организаторском лагере. Поэтому, наверное, есть какие-то нюансы, как бы, но, в принципе, это несложно. Как вы понимаете, что, вот вы говорите о около 300 заявок, вот как, на чей, это ваш личный вкус, или это есть какая-то команда тех, кто отслушивает всю эту музыку, чтобы было понимание того, что этих, да, давайте позовем, или а этих в следующем году будет несколько там концептуально, да, это по-другому. То есть откуда берется вот это понимание, что сегодня будет в жилу, а что пока не очень? Ну, во-первых, все группы отслушиваю, я вот, вот, сто процентов групп я отслушаю. Ну, и мы с ребятами тоже стараемся, по большей части, вместе тоже послушать, пообсуждать. Вот. Ну, во-первых, мы стараемся как-то не впадать в популизм излишний, потому что, в общем-то, мы во многом это все делаем замотивированным и тем, что мы несем какой-то свет и просвещение. То есть, в принципе, много групп могло бы приехать, которые вы за собой привезли, много публики, но мы понимаем, что нам это не нужно. Нам очень важно свою атмосферу какую-то поддерживать. Стараемся, вот в этом году у нас, к сожалению, нет маленькой сцены, вот, в которой мы такие более экспериментальные вещи могли бы ставить. Вот, поэтому какая-то музыка такого экспериментального характера, которая вот интересная и мне в частности очень нравится, она в этом году немножко оказалась за бортом программы, потому что нельзя вот так вот в лоб шокировать публику на большой сцене. Это должно быть дело выбора. То есть не все поймут, да? Да, но поскольку вот сцены две, мы старались так составлять лайнап, что если кому-то что-то может быть неинтересно на это, он может всегда переместиться на другую, и там что-то совершенно иное будет играть. Не мешают друг другу? То есть там распределено так, что звук друг другу не мешает? Ну, там техники работают, да, какие-то определенные профессионалы? Слушайте, ну вот есть фестиваль, тот, который уже там, я уже боюсь ошибиться сколько лет, там, да, рок над Волгой, который гремит на всю страну, и не только туда какие-то иностранные звезды приезжают. И такой фестиваль, который уже, ну, настолько себя зарекомендовал, что, ну, не надо про него лишнего рассказывать. Насколько Метафест является вот уже фестивалем, про который все ли знают? Или он широко известен в узких кругах? Или это для всех ли это? Или для определенного круга людей? И когда, может быть, есть, да, в планах, что когда-нибудь под Екатеринбургом кто-то услышит слово Метафест и будет знать, что это такое, что да, я был или собираюсь поехать? Ну, что касается рок над Волгой, сначала появился Метафест, потом появился рок над Волгой. По-моему, рок над Волгой перестал проходить, а Метафест живет. А почему тогда так произошло, что все-таки в, ну, более широкой массе своей люди знают про рок над Волгой, но не все знают про Метафест? Ну, потому что это такой медийный фестиваль с огромным бюджетом, как бы, и, естественно, группа Рамштайн, она может теоретически собрать больше людей, чем Найк Борзов. А с другой стороны, Стас Михайлов может больше, чем группу Рамштайн собрать. Ну, это да, такое тоже может быть. Ну, то есть вы не гонитесь, да, за какими-то вот такими вещами? Вы поддерживаете ту концепцию, которая изначально... Мы ее корректируем потихоньку, время идет, в общем-то. За 10 лет очень многое изменилось, и мы стараемся все-таки как-то современные тенденции отслеживать, но, в принципе, для нас самая главная атмосфера фестиваля, и это отмечает очень много людей, которые, например, в свое время там в организации нашествия какого-нибудь участвовали в фестивале. Они приезжают, они ожидают увидеть нечто подобное, видеть совершенно иную атмосферу. такой теплый ламповый фестиваль, нет вот этих вот выжженных полей, без валяющихся хаотичных панков, там, вот, все совсем по-другому. Потому что ты это... Ну, что касается других городов, кстати, очень много, даже мы в прошлом году привели такой анализ, сходили на парковку, посмотрели регионы, и там сколько процентов? 40 было, что это не из Самары, на самом деле, люди ездят сюда специально на зафест. Слушайте, то есть у нас все-таки люди за атмосферой, как вы говорите, за хорошей музыкой, они готовы, да, прыгнуть в машину и несколько сотен километров преодолеть. Даже иногда, ну, из Москвы достаточно большой приток людей из Тверской области, из Екатеринбурга. То есть, в общем-то, по сути дела, таких фестивалей очень мало в стране, и мы его специально не стараемся вырастить публику, я имею в виду в количестве, но сразу два раза, вбросив рекламу, вот этот вот органический постепенный прирост сарафанной радио, он дает то, что атмосфера продолжает существовать та же самая. Пускай у нас не прибавляется публики в разы из года в год, но зато эта атмосфера остается, и каждый год таким жирком фестиваль постепенно обрастает. Семьями приезжают, там бывает такое, что... Ну, кстати, в количестве мы прибавляемся в то, что люди ездили сначала без детей, теперь с детьми. Вот так прибавляемся. Да, пять лет назад мы поняли, что, в общем-то, наша публика обзавелась детьми за то время, пока фестиваль существует. Если на первом такого не было, то приезжать люди с детьми стал очень актуальным вопросом, что нужно детскую программу делать. И в этом году у нас достаточно большая будет детская площадка с разными активностями и с образовательными историями, какими-то мастер-классами по анимации для детей. Вот. Но, в общем, о детях мы вот сейчас очень стабильно думаем, чем их занять, чтобы им было комфортно в фестивале, и мы их родителям. Вот хочется смотреть такое. Как проходит день человека, который приехал на Метафест? Вот утро, и что? Мы проснулись. Как может сложиться день человека, который приехал? Когда послушать? То есть вот как выглядит эта программа? Когда покушать? Когда послушать? Когда покупаться? То есть каким образом там все это происходит? В общем-то, каждый может делать в любом порядке, что ему хочется. Это же фестиваль, а не... Не пионерский лагерь, я понимаю, но тем не менее. Какие вот еще развлечения? Ну, у нас есть дневные активности, то есть концерты начинаются в разные дни, там, в нулевой день, четверг, там, в восемь вечера, вот, потом в шесть, в семь. Они начинаются, ну, потому что еще надо понимать, что всегда нам угрожает жара. И, в общем-то, живые концерты, они бессмысленны на жаре, когда люди просто стараются спрятаться от этой жары. Вот, поэтому у нас работает днем разное количество активностей, там будут и мастер-классы, и лекции небольшие. Но мы стараемся таких коротких форматов придерживаться, потому что там два академических часа, это не про фестиваль историю. Ну да. Мы хотим, чтобы вот люди курсировали, между ними задерживались, если им что-то интересное, останавливались. Плюс есть фудкорт, там очень много разный, там есть точки, которые на монокухне различные рассчитаны, там, мексиканская еда, там, кофейные точки отдельные. Ну, есть такие большие стационарные кафе. Насколько, вот, считали, насколько, как бы, понятно, увеличивается, но определенное же количество билетов, да, всегда там делается, или оно там с запасом каким-то образом делается. Сколько раскуплено в этом году билетов? То есть сколько людей приедет? Вот есть уже понимание, про скольких людей нужно думать? Ну, мы думаем, что, ну, наверное, не меньше, чем в прошлом году приедет точно, если погода у нас. Потому что погода, конечно, она решает очень многое в таких делах. Вот. Ну, наверное, это около 10 тысяч человек. Это много для фестиваля? Или такого нет, что там много, мало, сколько приехало, столько и надо принимать? Ну, много, да, достаточно много. По самарским меркам. Это большой фестиваль, в общем-то, уже. Слушайте, вот насчет фестивалей. Вот смотрите, сейчас такая хорошая, на мой взгляд, тенденция, что придумываются, разрабатываются и проводятся уже невероятное количество фестивалей разной направленности, да, на разного там зрителя, на разную публику рассчитанных. Много фестивалей вот в Самарском регионе, да, на территории нашего региона. Это хорошо? Это всем помогает? Или есть какая-то условная конкуренция, и что кто-то там думает, что, ой, очередной фестиваль, там к нам меньше людей приедет, или как? И люди, которые любят фестивали, они все равно будут ездить. Вот как вы смотрите просто на вопрос того, что уже приличное количество фестивалей есть, существует в нашем регионе? Ну, это, конечно, хорошо. Безусловно. Ну, вообще, как бы, в Самаре есть, она уже десятилетиями, культура подобного времяпрепровождения, которое с Грушинского появилось. И в Самаре, например, гораздо проще, чем в других регионах, людям объяснять, что нужно взять палатку, приехать, вот там ее поставить где-то. То есть для них это уже какая-то традиция, которая, может быть, они там даже никогда на Грушинском не были, но это вмонтировано уже в их сознание, как вот волжан самарцев. Поэтому фестивальная культура, это, в принципе, хорошо. Нам легче от этого. Другой вопрос, что важно, чтобы одинаковые события не происходили в одни и те же выходные. Вот. И тут, конечно, нужно общаться людям, которые занимаются этой деятельностью, между собой как-то договариваться, чтобы не вредить друг другу. А вы общаетесь? Есть какое-то сообщество организаторов фестивалей? Да, с некоторыми общаемся, да. Опять же, делимся контактами. Это полезно, в общем-то, зачастую приходится одни и те же задачи решать или на одни и те же грабли, чтобы не наступать. Вот. И в основном контакт есть, да. Хочется про молодые группы еще поговорить, затронуть эту тему, потому что, ну, в частности, самарские группы, да, может быть, давайте расскажем, какие из самарских коллективов будут присутствовать, чтобы и поклонники тоже, кто знает и слышали из соседнего гаража, как они играют, чтобы тоже смогли приехать и вживую послушать. Ну, одна из самых, наверное, известных сейчас, это Чиз Пипл, кстати, которая тоже будет одним из хедлайнеров фестиваля. Ну да, мы как бы их выставили, как наиболее, наверное, узнаваемый самарский коллектив. Мы их выставили в такую афишную часть, но на самом деле очень много интересной самарской музыки будет. И нельзя сказать, что это там только молодые исполнители. У нас, например, группа Гаврош, которая была ведущим, наверное, коллективом в начале 90-х, в конце 80-х. Они более 20-ти лет не выступали, впервые выступили в прошлом году на Метафесте, на небольшой сцене, и я когда увидел, в каком они состоянии сейчас находятся, то есть это совершенно не выглядит, как какие-то постаревшие. Все они в отличной форме, да? Да, суперфермовая музыка, вот, я не знаю, в размаху Юту, вот. И при этом совершенно неизвестные, и мы в этом году их постарались выдвинуть в такое заметное место в программе. Ну, кстати, одни из тех, кто больше всех волнуется. Ну, они опытные, конечно, волнуются, им же нужно с хорошей стороны себя показать. Поэтому... Кто еще добудет? Томаты кетчап, они первый раз выступили пять лет назад на Метафесте. Или четыре. Или четыре, и они очень рады каждый год приезжать и говорят спасибо за то, что даете нам возможность и не забывайте нас. Да, и наш публик их очень полюбил, то есть это вот такая локальная наша Метафестовская звездочка. А новый кто-то будет, кто еще ни разу не был? Да, будет. Мы обязательны для нас, мы всегда оставляем какую-то лакуну для коллективов, которые еще никогда не играли, потому что, с моей стороны, очень пагубно, когда начинают играть одни и те же артисты, их, конечно, любит публика, знает, вот, но фестиваль, он начинает сразу стареть из года в год. А хотелось бы, чтобы фестиваль продолжал жить, и он оставался каким-то актуальным, и для молодежи в том числе. Вот, и да, будет много новых коллективов, но, в общем-то, нужно слушать и смотреть, как они в бою себя покажут. Вот еще насчет, вот смотрите, получается, все равно есть какой-то, ну, такой музыкально-социальный фрагмент фестиваля, что вы помогаете молодым или не самым известным, так скажем, да, еще не раскрутившимся группам заявить о себе, чтобы у них появились какие-то свои там поклонники, фанаты и так далее. Вот есть, изначально преследовалась эта цель или это попутное просто позитивное такое явление фестиваля? Ну, конечно, преследовалась. Ну, и опять же, может быть, не все группы для себя ставят целью всемирной или там всероссийской популярности. Кто-то, может быть, в таком клубном формате, в каких-то нишевых стилях, очень даже известен на российском уровне. Вот, просто, может быть, в медиа, в массовых не наслухают имена. Вот, но очень интересно посмотреть, как вот эти клубные группы, когда они получают доступ к большой сцене с хорошим звуком, большую аудиторию, некоторые из них просто раскрываются, становятся понимать, что это такая, в общем, нормальная стадионная группа, она могла бы играть, а кто-то, наоборот, смотрится не очень эффектно в таких условиях, и понятно, что нужно, значит, им продолжать играть в клубах. Играть в клубах. Ну, то есть это школа такая, да? Это неплохо и нехорошо, в общем-то. Есть клубные группы, есть стадионные. Слушайте, а есть какой-то предел возрастной, вот, там, что, больше для молодежи фестиваль или что-то? Или можно встретить, там, 80-летних людей, которые тоже с удовольствием приезжают и наслаждаются? Ну, 80-летних. Нет возрастного какого-то? Ну, мы паспорт у них не спрашиваем. Да, но пенсионеры приходят, да, приезжают специально для этого. Вас это радует, как организаторов? Это же круто, да, что и молодежь приезжает, и... То есть разнообразие, несмотря на то, что музыка, это, ну, это не попса, да, однозначно, но приезжают и даже те, кто уже, как бы, в возрасте. Ну, это фестиваль, в общем-то, про культуру в общем и целом, и мне кажется, это совершенно нормально, когда совершенно разные возрастные группы на качественную культурную повестку так с интересом реагируют, поэтому в этом нет ничего удивительного. Отзывы читайте потом, все равно же люди оставляют, да, в своих отзывах отзывы. Что пишут? Ну, в основном это хорошее, но всякое бывает. Люди любят в интернете раскрыть себя. Нет, ценные комментарии какие-то бывают, что вот от тех, кто посетили, от зрителей какие-то ценные... Да, то, что мы сами не можем продумать, потому что мы не посетители. Каких-то вещей мы не видим, обязательно это обратная связь. Да, есть эта обратная связь, она реально нам помогает сделать что-то лучше. Ну, и во многом это вообще-то то, ради чего мы делаем фестиваль, это посидеть и почитать нашу группу ВКонтакте через пару дней. То есть, когда мы выдыхаем, наконец-то сможем спокойно залезть в интернет и видим там столько вообще благодарности и обратной связи. В общем, это очень вдушевляет. Ну, для вас это все-таки пахота, да? Это пахота для того, чтобы кто-то отдохнул. Да. Но любимые. Конечно. Вы бы не занимались, наверное, этим, да, если бы это не приносило? Не, ну мы ценим вообще, в принципе, это мероприятие. То есть, я его начал делать 6 лет назад, когда люди, которые его основали, москвичи, вот Володя Кожекина ко мне просто подошел и сказал, либо ты будешь делать Метафест, либо фестиваль не будет. А я его уже очень любил. Жалко вам оставить. Спасибо вам огромное. Мы за три недели. Да, к сожалению, время закончилось. Спасибо, что пришли. Успевайте на Метафест. Друзья, есть еще у вас шанс. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой. С удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин